Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поговорим сегодня о гриппе, впервые эпоху пандемии COVID-19. Тракуляция, как мы знаем, всех возбудителей респираторных инфекций круглогодична. Правда, прошлый год явился исключением, потому что обычно все-таки старые знакомые встречались гораздо чаще, чем COVID-19, а не наоборот. Итак, в феврале обычно мы сталкиваемся с риновирусами, коронавирусами, аденовирусами. Уже попадались вирусы парагриппа, вовсю циркулировали респираторно-сенситиальные вирусы, вызывая заболевания у детей. В некоторые годы уже бушевала эпидемия гриппа. Встречались бока и метапневмовирусы, ну а также пневмококи, которые, как всем известно, являются самыми частыми возбудителями бактериальных осложнений при респираторных инфекциях. Но, тем не менее, сейчас пока доминирует COVID-19, но хочется верить, что все-таки пойдет по модели, которая изображена на средней картинке. Эти прогнозы я взяла из журнала Science, где они были опубликованы в конце апреля прошлого года, где мы видим после не очень высокого первого подъема коронавирусной инфекции, после летнего спада, по крайней мере, так развивалась ситуация Российской Федерации, и более высокого подъема заболеваемости COVID-19. В дальнейшем все-таки были такие периодические пики, несравнимые с осенним подъемом 2020 года. И эти осенние пики в основном, конечно, уже, можно было сказать, соответствуют сезонным подъемам заболеваемости у коронавирусной инфекции, которая, возможно, также будет еще и как-то проявлять себя активно и весной. Но по-живому видим, насколько этот прогноз будет себя оправдывать. Ну, однозначно, что интервалы высота приходящих вон будут зависеть от множества факторов, включая меры контроля над инфекцией. И вот, опять же, в этом же журнале Science, но уже в январе 2021 года, была опубликована статья о том, как COVID-19 может измениться в ближайшие годы в сравнении с сезонными коронавирусами. То есть, если все-таки коронавирусная инфекция новая приобретет 4 сезона инфекции, потому что мы знаем, об этом говорят многие ведущие ученые всего мира. Итак, анализ иммунологических и эпидемиологических данных по эндемитичным человеческим коронавирусам, имеется в виду сезонные коронавирусы, показывают, что иммунитет, нейтрализующий инфекцию, быстро ослабевает. Но это и отражает то, что сейчас мы видим, что все-таки после 6 месяцев многих титры иммуноглобулина G снижаются. Но иммунитет, снижающий тяжесть болезни, является долгоживущим. Об этом тоже говорят специалисты многие. Да, что несмотря на низкий уровень интетел, например, у переболевших через некоторое время, которые регистрируются, это не значит, что он полностью как бы уже потерял защиту в отношении новой коронавирусной инфекции. Считается, что этот иммунитет долгоживущий. И вот модель, которая, приводя с авторами статьи, включает эти компоненты иммунитета, повторяет как и текущую тяжесть коронавирусной инфекции, так и относительно доброкачественную природу у сезонных коронавирусов, предполагая, что после достижения эндемической фазы, что сейчас у нас и есть, и первичного воздействия, но в детском возрасте, а не во взрослом, ковид-19 может быть не более вирулентным, чем обычные рвы. То есть, если ребенок переболел в детском возрасте, то уже во взрослом он тяжело не заболеет. Сейчас же как раз-таки наоборот. Дети болеют легче, гораздо легче, чем взрослые, потому что только во взрослом состоянии подавляющая часть населения именно столкнулась с коронавирусной инфекцией. Таким образом, предсказывается другой исход ковид-19, подобный сезонному коронавирусу, который вызывает более тяжелое течение у детей, чем у взрослых. То есть, да, дети сезонными коронавирусами могут болеть более манифестированно, значительно более манифестированно, чем взрослые, до которых эта инфекция, если и вызывает какие-то клинические проявления, но они несравнимо более легче, чем у детей. Конечно, все наоборот при ковид-19. Так вот, эти результаты усиливают важность продолжения соблюдения всех мер предосторожностей во время развертывания вакцинационной кампании. В итоге все будут иметь антитела, и если повторно все-таки столкнуться с этой инфекцией, то это заболевание должно, если даже и вызовет какие-то клинические проявления, то несравнимо более легко протекать. Хотя сейчас, конечно, случаи реинфекции регистрируются во всем мире, они крайне редки, но тем не менее, не всегда повторная реинфекция протекает легче, в некоторых случаях более манифестированно, далее более тяжело. Но опять же, в каждом конкретном случае нужно разбираться, в чем причина такой ситуации. Для того, чтобы большинство людей заразилось в столь раннем возрасте, даже моложе, чем корю в эпоху до вакцинации, частота случаев должна превышать передачу только от первично анфицированных. То есть, репродуктивное число вируса должно быть выше, чем, например, наблюдалось в последнее время при коронавирусной инфекции. Эта модель предусматривает более высокое репродуктивное число, позволяющее к 15 годам практически инфицироваться всем детям, что практически сейчас наблюдается при сезонных коронавирусах. Итак, модель показывает, что высокая частота атак, то есть высокая репродуктивная индекс и ослабление стерилизующего иммунитета, а также сочетание с высокой трансмиссивностью от первичных инфекций и значительной передачей реинфекции у пожилых детей как раз таки и приведет к тому, что дети будут все уже инфицированы. Быстрое ослабление стерилизующего иммунитета также сообщается при экспериментальных коронавирусных инфекциях человека, которые показали, что реинфекция возможна через год после ранней инфекции, хотя и с более мягкими симптомами и более короткой продолжительностью. Средний возраст первичной инфекции должен составлять от 3 до 5 лет, предполагая, что все инфицируются до 15 лет. И если посмотреть на эти графики, видно, что к 15-20 годам практически уже у всех происходило инфицирование. Моноглобулины М уже переставали в этом возрасте определяться при инфицировании сезонными коронавирусами. А вот и моноглобулины G определялись у подавляющего большинства молодых людей, по крайней мере, уже регистрировались на уровне где-то 75% и выше. В некоторых случаях достигали 100%. Для того, чтобы именно достичь такой ситуации, необходимо, чтобы был высокий ридекс репродукции на уровне 6. И сейчас же ридекс репродукции где-то на уровне 2. Ну, колеблется там немножко больше иногда бывает. И вот поэтому всё-таки, если посмотреть, то болеют примерно, получается, в равной степени даже больше люди, уже достигшие взрослого возраста. Вот, или хотя бы где-то соотношение 1 к 1 по сравнению с детьми до 18 лет. То есть при сезонных коронавирусных инфекциях пропорция примерно такая же. То есть подавляющее большинство процентов, где-то на скидку даже посмотреть, больше 80, это дети. Я не призываю стараться, чтобы все дети заболели, естественно, коронавирусной инфекцией в детском возрасте. Но в нашей текущей ситуации необходимо действительно всем провакцинироваться, тем, кто ещё не заболел. И тогда, если всё-таки вирус будет проскакивать, то проскакивать он будет в основном всё-таки в детском возрасте, приводя вот такой модели развития COVID-19, аналогичной модели развития всех сезонных коронавирусных инфекций, с которыми мы живём давным-давно. Но всё-таки оптимально рассмотреть именно возможность вакцинации не только взрослых, но и на перспективу детей, чтобы уже никто не болел этим заболеванием. Но ещё есть небольшая надежда на т-клеточный иммунитет, потому что, например, в этой публикации говорится о том, что специфически реагирующая с новой коронавирусной инфекцией т-клетки регистрируется даже у 40-60% неэкспонированных, то есть не встречавшихся в ранних COVID-19 лиц. Но это, опять же, тоже селяет надежду, что, опять же, иммунитет, который позволяет быстро активировать, например, также и B-клетки, и антитела, он позволит не заболеть тяжело в будущем. Но до этого всё-таки должны быть натренированные Т-клетки, хотя бы на сезонах коронавирусов. Ну, мы, например, часто наблюдаем такую ситуацию, что, например, супруг болеет, супруга не болеет. И наоборот, возможно, как раз-таки в этот момент человека от инфицирования защищают Т-клетки. Но на них ориентироваться всё-таки не стоит, потому что, опять же, сейчас Т-клетки защитили, но, возможно, там, при следующем эпизоде они не защитят. Поэтому инфицироваться может любой, заболеть может любой, пока не приобретёт антитела, опять же, с помощью вакцинации, либо уже не переболеет. И всё-таки маски защищают. Исследование, которое было проведено в США, в статье Теннисе, говорит о том, что в ГРАСТах с высоким процентом жителей, которые соблюдали масочный режим, более 75% госпитализированная заболеваемость с эспиратурными инфекциями в октябре месяце по сравнению с летом прошлого года, она практически не выросла. Те, кто маски не носили, игнорировали, то есть меньше 25% носила, госпитализированная заболеваемость в октябре месяце превысила летний период на 200%. Считается, что даже если маски не дают абсолютной гарантии стопроцентной для защиты, то есть там немножечко меньше процент на уровне 90, но тем не менее ношение масок может помочь снизить тяжесть заболевания, гарантировать протекание в большей части случаев бессимптомной форме, так как даже если нет абсолютно полной гарантии защиты от COVID-19, то ношение масок снижает дозу вируса, который может попасть в дыхательные пути. Существует теория также о том, что тяжесть вирусной инфекции зависит от дозы вируса. Таким образом, ношение масок в случае попадания вируса в организм человека приведет либо к эффекту вакцинации, либо к протеканию болезни в бессимптомной форме. А также необходимо защищать, конечно, население от гриппа, потому что чем больше мы вакцинируем, тем меньше мы болеем. То есть прямо обратная такая вот идет зависимость. Число вакцинированных увеличивается, а число заболевших гриппом снижается. Чем больше мы проводим охват вакцинации. Например, детей вакцинируют в большинстве регионов больше, чем 85%. А население взрослое вакцинируется больше половины. Но надо увеличивать это хотя бы до 60-65%. А в период пандемии COVID-19 предпочтение, конечно, следует вообще отдавать 4-х валентным вакцинам. Частота коинфекции COVID-19 и тяжие заболевания. Сравнивали коинфекцию с именно гриппом, с клипсиелопнемонией, с аденовирусом, со стафилококком и другими возбудителями, как вирусной, бактериальной теологии. Оказалось, что достоверно чаще пациенты попадают в реанимацию именно при коинфекции грипп и COVID-19. Поэтому в условиях пандемии COVID-19 и Семерной организации здравоохранения, и Минздравый распотребнадзор рекомендуют более широко охватить население вакцинации гриппа, расширить показания к вакцинации от пневмококковой инфекции. ВОЗ также считает, что всем пациентам из группы риска по тяжелому течению гриппа и РВИС из-за струкуляции вируса гриппа рекомендуется назначать азильтамивир до или без лабораторного подтверждения гриппа. Почему такое большое внимание уделяется именно гриппу? Я уже говорила, что заболевание протекает более тяжело, риск летального исхода более высок, но еще установлено это на уровне патогенеза, что интерфероны вируса гриппа увеличивает количество рецепторов к новому коронавирусу в эпителии носоглотки легочной ткани человека. Но скорее всего не напрямую вирус гриппа, а через активацию интерферона первого типа. А уже интерферон первого типа приводит к увеличению количества рецепторов, потому что известно, что респираторные вирусы гриппа, парагриппа, реновирусы являются мощными генераторами свободных радикалов и индукторами синтеза интерферона первого типа. Интерферон альфа подталкивает инфицированную клетку к капаптозу, но это имеет смысл только первые три дня, когда инфицированных клеток мало, а когда их много, то можно погибнуть от некротической пневмонии. И при гриппе еще какая ситуация не идет, переключение интерферона первого типа на синтез интерферона второго типа, который должен как раз таки активировать Т и Б клеточный иммунитет, способствовать синтезу антител, и опять же Т клетки, которые должны нивелировать вирусы, предотвращать развитие бактериальных инфекций, также активировать макрофаги. И вот опять же подтверждение этому еще одна публикация, которая говорится о том, что индукция интерферона первого типа при гриппе увеличит предостоложенность к вторичной пневмонии через негативную регуляцию Т клеток. Но тем не менее интерферон первого типа нужен, потому что он опять же позволяет бороться с любой респираторной инфекцией на самых ранних стадиях болезни, потому что в больных с тяжелым течением COVID-19 в 14% случаев обнаружены антитела, аутоантитела к интерферону первого типа, а у больных с бессимптомными легкими формами инфекции и те аутоантитела практически не обнаруживаются. И вот авторы еще одной статьи, но уже опубликованной в журнале «Целый хвост микроб», говорят о том, что реакция на интерферон – это сложная стратегия защиты хозяина, которая при точном понимании в биологии может быть приведена в безопасную, эффективную противовирусную терапию. А именно, если интерферонный ответ возникает быстро, то есть обгоняет вирусную репродукцию, вирусную репликацию, то есть ранний интерферонный ответ приводит, например, к апоптозу инфицированных клеток, к быстрому клиренцу вирусу и легкому течению заболевания. Если же наблюдается отсроченный иммунный ответ, когда уже вирус размножился и даже его вирусная нагрузка уже начала снижаться, и вот этот момент уже к концу первой недели идёт запуск интерферона первого типа, отсроченного интерферона, то как раз-таки в этом случае наблюдается длительная вирусная персистенция, выраженное воспаление и тяжёлое течение заболевания. Как раз-таки в этот момент идёт запуск синтеза в жировой ткани адипокинов, которые также являются провоспалительными цитокинами. В частности, там синтезируется фактор неклозоопухоли альфа, интерлекин-6, которые и были-то в первую очередь открыты именно в жировой ткани, и ещё и лептин, и остальные цитокины. Кстати, ещё синтезируется адипонектин, он как раз-таки хороший цитокин, который по принципу обратной связи тормозит выработку интерлекина-6, фактора неклозоопухоли альфа, поэтому рекомендуется, кстати, одновременно адипонектин тормозить эту выработку и цинк, поэтому и во многих случаях рекомендуется потреблять этот микроэлемент для предотвращения развития тяжёлых форм заболевания. Таким образом, при возникновении острого воспалительно-инфекционного процесса гипоксии идёт активация выброса провоспалительных цитокинов и часто как раз-таки из жировой ткани. То есть, чем больше жировой ткани в организме, тем больше будет выброс этих провоспалительных цитокинов. Что способствует активации макрофагов и развитию цитокинового шторма. Ещё один момент, то как раз-таки адипокины ведут и к развитию или усугублению эндотелиальной дисфункции, которая наибольшей степени выражена у лиц с сакарным диабетом, а также недавно получившим или получающим в настоящий момент химиотерапию. А вот в отношении маркёров воспаления оказывается, что они в принципе повышены тоже в большой степени не только при COVID-19, но и при других острых воспалительных заболеваниях, состояниях. Например, тут повышение уровня интерлекина А6 даже выше у пациентов с ОРДС, например, вызвано вирусом гриппа, либо при сепсисе или синдроме воспаления цитокином индуцированными Т-клетками химерного рецептора антигена. А вот Д-димер, циреактивный белок и ферритин повышены в аналогичной степени или даже больше, чем у пациентов с этими нарушениями и сравнениями. Чему я уклоню? То есть эти же провоспалительные цитокины повышаются и при других острых воспалительных заболеваниях у человека, а просто мы их раньше так активно не изучали. Итак, можно ли провести дифференциальную диагностику РВИ лишь по клиническим проявлениям заболевания? Нет, потому что коронавирусная инфекция может протекать и с ринофарингитом, и фарингитом, и активитом, и ларингитом, и трахиитом, и бронхитом, и бронхиолитом вызывает даже диарею. Да, конечно, например, тот же ренит редко встречается при коронавирусной инфекции, но, тем не менее, случаи такие были описаны. То есть все симптомы коронавирусной инфекции можно считать не специфическими, даже тоже потерю обоняния и вкуса. Поэтому до подтверждения диагноза мы должны ориентироваться на ту терапию, которая поможет при всех ОРВИ, включая грипп, ну и, естественно, при COVID-19. Из всех противовирусных препаратов я выделяю препараты прямого противовирусного действия, ну, из них азелитомивирзанамивирбалоксавирмрубоксил, действия только на грипп, остальные, вот 4, которые, ну, широко известны, перавиру, мифеновир, они сами, азелитомивиры, они действуют на вирусы и гриппа ОРВИ, и предполагается их действие на COVID-19, но пока что изучение все-таки еще идет этих препаратов. препаратов. Ну, а про иммуномодуляторы понятно, что мы использовать сейчас их не можем, потому что они ведут к стимуляции факторов рожденного иммунитета, индукции синтеза, интерферона, активации макрофага, и тем самым все-таки могут в некоторых случаях и усугубить течение COVID-19. Поэтому, пока мы диагноз не подтвердили, мы должны выбирать все-таки препараты, которые не приведут, по крайней мере, к ухудшению состояния пациента. И также ориентироваться на патогенетическое лечение, профилактику гриппа ОРВИ и COVID-19. Таким образом, у нас есть пациент, так скажем, с легким или средним тяжелым течением с респиратурной инфекцией, у которой они очень высокая температура, они это одышки, нормальная сатурация, отсутствует, крайне мере, асключитативная картина пневмонии. Мы не знаем, действительно, что у нашего пациента, какое из заболеваний связано с поражением респиратурного тракта. Временных методических рекомендациях по лекарственной терапии устых респиратурных вирусных инфекций и по лечению, кстати, COVID-19 фигурирует у мифеновир, который себя хорошо показал для лечения респиратурных вирусных инфекций в многочисленных исследованиях. Также у него есть данные по доклинической эффективности. И, опять же, его доклиническая эффективность проверялась и при САРСе 2002-2003 года или ТОРСе или атипичной пневмонии. Также при ближневосточном респиратурном синдроме, ну и, конечно же, при новом коронавирусе. И, если есть данные китайских ученых о его эффективности, то все-таки мы должны посмотреть на свои собственные наблюдения, а именно на отечественные данные. И, таким образом, противовирусная активность субстанцией мифеновиры в отношении вируса, вызывающего COVID-19, проводилась в Федеральном научном центре исследования разработки монобиологических препаратов имени Чумакова. Результаты были следующие. Мифеновиры нет токсичных дозах, специфически ингибируют размножение нового коронавируса. Противовирусная активность обнаружена как при предварительной инкубации субстанции, содержащей мифеновирс, культура и клеток, так и при предварительной инкубации субстанции с вирусом. Сейчас продолжаются клинические исследования. Но, опять же, даже по данным наших китайских коллег, которые, например, проводили сравнительное исследование эффективности фавиперавира и мифеновира, видно, что на седьмой день лечения частота выздоровления практически была сопоставима. 61% группе получавших фавиперавир и 51% группе получавших мифеновир, но, тем не менее, мифеновир значительно дешевле и не вызывает побочных эффектов, то есть у него более благоприятный профиль безопасности. Конечно, эти исследования надо продолжать, но, тем не менее, данные говорят сами за себя. Также точно при респираторных вирусных инфекциях, при УРВИ, гриппе многочисленные исследования, в частности, обширные исследования орбит, окончательные результаты были, которые опубликованы в 2019 году, демонстрируют наглядно, что на фоне терапии мифеновиром выздоровление таких пациентов наступает достоверно быстрее, чем у пациентов, которые не получали противовирусную терапию мифеновиром. И самое главное, что элиминация вируса на фоне терапии этим препаратом происходит значительно быстрее, чем в группе плацебо. его прямой противовирусный эффект получает однозначные доказательства. Что же говорит Семьбирная организация здравоохранения? К сожалению, удалось оценить эффективность всех противовирусных препаратов только на госпитальном этапе, а мы знаем, что это далеко не первые дни болезни. И исследования многочисленных пациентов, даже по ремдисивирус 7000 пациентов 4 рандомизированных исследования. И вердикт слабой рекомендации против. А виперавир вообще не рассматривался, так как в 17 рандомизированных исследованиях не были получены убедительные данные за. Мефенавир не рассматривался, так как были только 4 нерандомизированных исследования по его эффективности. В отношении гидроксихлорохина, лапиновира, ретонавира такие же рекомендации против, только более уверенно. Опять же, речь идет о госпитализированных пациентах. А вот насчет кортикостероидов, да, считается, что их эффективность доказана в целом ряде исследований. Ну, давайте вспомним грипп. Максимальная эффективность тех же наших любимых ингибиторов нераминидазы отмечается в первые 48 часов начала заболевания. Почему мы это забываем при COVID-19? Препараты прямого против вирусное действие эффективны в первые несколько дней начала болезни. Оптимально первые 2-3 дня. А дальше мы уже боремся с патологическим искаженным ответом иммунной системы. Поэтому говорить о том, что эти же препараты неэффективны на ранних стадиях болезни, я считаю, нельзя, потому что нет для этого убедительных доказательств. Они оценены только на госпитальном этапе. Ну и все-таки сейчас, конечно, считаем, что болезнь легче предупредить, чем лечить. И пока я еще не буду говорить о вакцинации против COVID-19. Это отдельная лекция. Это отдельная тема. Ну, по крайней мере, не специфическая профилактика и до пандемии, и после пандемии должна включать в себя и соблюдение масочного режима, когда идет подъем заболеваемости той или иной респираторной инфекцией. Меры по предотвращению распространения инфекции контактным путем механической элиминации вирусов, опять же, промывать нос тем же раствором морской воды почему бы нет или раствором натрий-хлор 0,9% и также необходимо уделять внимание повышению общей неспецифической резистентности организма те же индукторы синтеза интерферона. Тот же миксин, который является индуктором из-за четырех типов интерферона альфа-бета-гамма почему бы нет именно как раз таки в сезон подъема заболеваемости повышение неспецифической резистентности организма те же рекомбинатные интерфероны альфа постконтактная профилактика которыми на уровне 40% и сезонная на уровне 80% была еще доказана в конце 80-х годов. Одним из таких рекомбинатных интерферонов альфа является генферонт-лай-спрей и как раз таки именно ее форма в виде спрея позволяет равномерно распределяться препарату по всей слизистой оболочке носа. Он может использоваться как средство постконтактной профилактики как и средство сезонной профилактики и для лечения легких форм урвы. Именно в этом препарате сочетание интерферона альфа с таурином является наиболее оптимальным по соотношению минимальной токсической дозы к 50% вирусом гибирующей концентрации. Такое соотношение менее выражено у комбинации интерферонт-альфа плюс аскорбиновая кислота плюс токоферол интерферонт-альфа плюс аскорбиновая кислота и чистом виде интерферона. Опять же потому что в состав генферонт-лай-спрей входит еще таурин, который и сам обладает противирусной активностью. Также стимулирует противовирусную активность интерферона и позволяет слизистой оболочке носоглотки быстрее регенерироваться. Кроме этого как показали исследования китайских ученых как средство профилактики фитин арбидол. Это было показано на примере медицинских работников которые принимали арбидол одновременно сезонной постконтактной профилактики в группе арбидола подалящее большинство врачей не заболели остальные перенесли заболевания в легкой форме небольшая часть была госпитализирована но тем не менее никто из них не заболел тяжело в группе не получающих этот препарат все-таки на 38% было госпитализировано в связи со средней степенью тяжести заболевания некоторые заболели тяжело то есть получается что большая часть врачей все-таки это заболевание перенесла в той или иной форме и специфическая сезонная профилактика также может осуществляться индукторами синтеза интерферона например амиксин активирует интерферона в ответ всех четырех уровней интерферон лямбда продуцируется быстрее раньше интерферона альфа и бета и помогает интерферону альфа и бета препятствует размножению вируса например с помощью того же апоптоза и защищает окружающие здоровые клетки а уже защитывает усложнение и обеспечивает интерферон гамма который активирует например те же Т и В клетки способствует снижению риска затяжного течения болезни как раз таки например составе амексина все четыре типа интерферона которые он может стимулировать и позволяет осуществлять такое вот комплексное защитное действие потому что в других известных препаратов все-таки выработка интерферона предусматривает только определенных типов а не всех четырех таким образом уважаемые коллеги в вашем распоряжении все есть возможные меры профилактики и терапии как урывы гриппа так и ковид-19 залог успеха своевременно и грамотно их применение большое спасибо за внимание будьте здоровы и берегите себя всего доброго до свидания